Собственно, про управление продуктом и что это такое. Скажу сразу же, это немножко не то, что вы ожидаете, потому что управление продуктом — это очень четкая задача, которая легко может быть отображена на вот этом слайде. Можешь догадаться разницу между розовеньким прямоугольником и зеленым, кроме цвета? На самом деле есть абсолютно два разных подхода к тому, как разрабатывать продукты. Первый — это подход с точки зрения… это чаще всего процессный подход. Это подход с точки зрения того, чтобы продукт был сделан правильно. То есть это больше про то, чтобы все, что мы делаем, было в рамках нужных процессов, оптимизированных, правильных, срегулированных и управляемых. И тот продукт, который мы в итоге сделали, он тоже был правильным. Значит, он был построен на правильных технологиях, он был правильно оттестирован. Есть очень четкие процессы по обеспечению качества этого продукта. Это все в розовом прямоугольнике. В зеленом это вопрос абсолютно верно, для чего мы делаем этот продукт. То есть то, что мы делаем, мы делаем нужно для конечного потребителя, не нужно. Вот на самом деле product management — это все про зелененький прямоугольник. То есть все, о чем мы будем говорить на протяжении следующих девяти лекций, это не о том, как правильно делать продукт, как правильно выстраивать процессы, а о том, как то, что мы делаем, то, какие мы процессы даже выстраиваем, и, собственно, то, как мы определяем, что такое продукт, позволит нам сделать этот продукт успешным. Позволит нам сделать продукт, который вообще кому-то нужен. И сама цель product manager — это обеспечить успешность и нужность итогового продукта. Я хочу сразу же разграничить то, чем product manager занимается и чем не занимается, потому что управление продуктом — это достаточно новая сфера, и то, что вы наговорили, это прекрасная вещь, которая к product manager не имеет отношения, кроме требований и проектирования. В общем, где особенно видно отличие от product manager — это в нескольких вещах, которые мы сейчас рассмотрим. Первый — это в заказной разработке. В заказной разработке есть очень четкое понимание того, как должны следовать процессы для того, чтобы сделать тот продукт, который нужен заказчику. Так как заказчик — это конкретный человек или конкретная организация, с которой должны быть установлены формальные правила, то, как правило, требования со стороны заказчика достаточно формально, формализуются формально, ладно, масло-масляное, достаточно формально, я не могу придумать другое слово, но достаточно формально преобразуется в набор, в некий документ, которым может называться техническое задание, ТЗ. Вот этот ТЗ — это итоговый документ, по которому начинается работа над продуктом. И самое главное, что итоговый продукт, правильность или неправильность итогового продукта оценивается очень просто. Это соответствует тому набору требований, который был отображен в техническом задании. Более того, заметьте, не соответствует непосредственно требованиям, потому что, естественно, когда какие-то требования выложены на бумагу и зафиксированы, скорее всего, это не совсем то, что хочет заказчик. И если кто там слышал о рассказах о заказной разработке, очень часто случаи, когда, собственно, заказчик не принимает продукт, даже несмотря на то, что все сделано по ТЗ. И в этот момент начинаются такие скользкие возможности по регулированию продукта, но чаще всего или, ну, в общем, иногда приходится поднимать ТЗ и говорить, что все сделано по ТЗ, если вам нужны какие-то доработки, соответственно, если те требования, которые мы выдвинули, они не соответствуют того, что вы получили, собственно, давайте новые ТЗ, новые продукты, мы это все дорабатываем. Соответственно, человек, который ответственный за то, чтобы сделать правильный продукт, он не является продукт-менеджером. По одной простой причине его задача – это сформулировать вместе с заказчиком требования и перенести на язык разработки. Этот человек называется либо в разных сферах бизнес-аналитик, часть этой работы на самом деле выполняет СЛЗ в реальности, часть этой работы выполняет архитектор, уже технический архитектор, который непосредственно помогает в формировании технического задания. Но больше всего бизнес-аналитик. И это особенный набор навыков, про которых мы не будем говорить. Но когда мы говорим про продукт-менеджмент, очень важно понимать, что вот здесь его нет. что вот здесь – это совершенно другая работа человека. И я бы хотел показать маленькое видео. Кто-нибудь из вас… Сейчас, я пытаюсь пока включить. Кто-нибудь из вас смотрел фильм, который называется «Office Space»? А как у вас с английским? Потому что я не нашел русский вариант. Нормально? Ну, собственно, у тех, кто нормально… Название его на русском, офисное пространство было. В общем, предыстория. Я просто хочу, чтобы у вас зафиксировалось очень четкое понимание, чем мы точнее будем заниматься. Потому что в прошлые разы, когда я рассказывал про продукт-менеджмент, мне потребовалось очень долгое время для того, чтобы отделиться от вот этого набора того, что мы сейчас рассмотрим. И когда я недавно пересматриваю этот фильм, я понял, что вот оно, вот оно, чтобы четко показать разницу в… Ну, собственно, чем они занимаются, чем мы будем заниматься. Предыстория. Собственно, два консультанта наняты в компанию, в технологическую компанию для того, чтобы разобраться, собственно, что происходит с процессами и на самом деле для того, чтобы уволить кучу народа. Вот. И они собеседуют человека, который занимается бизнес-анализом. Вы берете те специфики от всех клиентов, и вы берете их до того, чтобы интенсивно-анализировать? Да, да. Ну, тогда я просто хочу спросить, почему бы их клиентов просто берете их для тех, кто-то тех, кто-то вовсе. Ну, я... Я покажу вам. Потому что инженеры не плохи, что именно с клиентов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спецификация от заказчика и передать разработчикам. Собственно, они уже спрашивают, а вы берете вручную набор спецификаций и идете к разработчикам, он говорит, ну не совсем, это делает моя секретарша. И когда они у него спрашивают, ну а что вы тогда в итоге делаете, он говорит, что разработчики не умеют общаться с клиентом, поэтому я в этом хорошо разбираюсь. Вот, в общем, очень хороший, очень хороший, вообще очень хороший фильм, я очень советую посмотреть. Офис Space. Офисное пространство. Есть кто-то смотрел клинику. Вот, очень клевый актер из клиники, он играет здесь, он здесь играет очень хорошо. Еще там играет Дженнифер Энистон из «Друзей», и она, на удивление, там очень хорошо играет. Вот, поэтому я очень хочу, ну очень советую посмотреть. Там очень много лоузов. Ну, по крайней мере, из 9Gag вот этот мем про «It would be great if you», вот этот босс в очках такой подходит и говорит, мем. Нет, неизвестно такой, нет, не понимаете, о чем я. Ну ладно, потом, в следующий раз скажу. Вот, это, собственно, из этого фильма, очень советую. Вот этот человек, который на самом деле, естественно, что его работа заключается и в том, чтобы не просто переносить набор требований, а преобразовывать, понимать, что реализуемо, что нет, передавать это разработчикам так, чтобы они не поняли, но мы про это не будем разговаривать. Мы будем разговаривать про успешный продукт. Есть еще одна сфера, чем не является продакт-менеджер. И здесь важно там будет зачеркнуть, наверное, часть первую, управление процессом, взаимодействие с компонентом и организацию процесса. Потому что есть специальный человек на проекте, который зовут продакт-менеджер. Тот человек, который управляет проектом. Его основная задача – это сделать так, чтобы проект был в итоге выполнен. С тремя условиями. Чтобы проект был выполнен в назначенное время. То есть есть определенный план, по которому он должен существовать. Чтобы проект был выполнен в рамках потраченного на него бюджета, выделенного на него бюджета, чтобы он не вышел за рамки. И чтобы проект был выполнен теми ресурсами, которые были на него выделены. Соответственно, цель проект-менеджера не говорит ничего… Вернее, работа проект-менеджера не имеет ничего к тому, чтобы сделать правильный или неправильный продукт. Работа проект-менеджера заключается в том, чтобы продукт, который нужно сделать, он был в итоге сделан. Соответственно, цель этого человека – это организовать все процессы внутри проекта так, чтобы этот проект закончился тем результатом, который необходим. Есть вопросы? Задайте мне какой-нибудь вопрос. Желательно примерно про это. Вы знаете, у нас уникальная на самом деле компания, наверное, либо вот именно тот бизнес-юнит, в котором я работаю, потому что у нас работа проект-менеджера и продукт-менеджера совмещена в одном человеке. Я думаю, что в итоге, по мере роста и нашей компании, в том числе, в которой я работаю, эти люди будут точно разделяться все сильнее и сильнее. То есть точно будет выделяться отдельно роль проекта и отдельно роль проекта. Более того, я уверен, что потом они будут разделяться в какие-то отдельные департаменты. Ну, например, во многих департаментах, во многих отделениях Яндекса они к этому уже пришли. Да, например, Microsoft. Правда, Microsoft пришлось прийти немножко к другой терминологии. Продакт-менеджеров они называют… Господи, вылетело из головы. В общем, продакт-менеджеров они называют по-другому, а те, кого они называют продакт-менеджером, на самом деле являются менеджерами проектов, но разных проектов, объединенных в один продукт. Ну, то есть это продакт-менеджер, который занимается многими продуктами. Вот. А, собственно, вылетело из головы, я вспомню и скажу. Но в целом, да, такие роли, как правило, уже принято разделять. Мы еще пока к этому более-менее не пришли, но, вернее, кто-то пришел, кто-то нет. Там конкретно вот я занимаюсь и тем, и другим. Но очень важно, даже если там вам приходится заниматься и тем, и другим, кому-то из вас придется, если этого хочется, потому что у нас будет долго еще развиваться наша сфера, чтобы прийти к четкому разделению. Очень важно понимать, что вот сейчас ты действуешь как проджект, и твои цели вот такие, а сейчас ты действуешь как продакт, и твои цели вот такие. Поэтому в любом случае вот такое разделение, оно важно. Ну и в конце концов, я все-таки больше продакт, потому что у меня KPI в основном по поводу продукта. То есть меня оценивают самого по мере того, насколько успешен продукт. Есть еще одна вещь, от которого нужно разделять управление продуктом. Это тот раздел, который называется продакт-маркетинг. У меня не получилось найти нормального русского варианта. Но часто это называется отдел маркетинга, который занимается продуктом. Часто это просто бренд-менеджер, часто это просто маркетолог продукта. В общем, это… О, нет, сейчас я хочу на самом деле у вас спросить, потому что мне достало очень много удовольствия спрашивать в прошлый раз в свое время. Вы знаете, что такое маркетинг? Маркетинг – это очень обширное понятие, которое разные любят определять по-разному. Но есть одно из способов определения, который мне нравится. Это удовлетворение потребностей рынка. Соответственно, это набор активности направлен на то, чтобы удовлетворить потребности рынка при помощи, скорее всего, продукта. Иногда это услуги или товары или услуги. Собственно, так как маркетинг – это про удовлетворение потребителя, то на самом деле все, чем мы будем заниматься все 9 занятий, сейчас я, наверное, увижу ужас в ваших глазах, это мы будем заниматься маркетингом. Но не в том плане, что мы будем продвигать продукт, а в том плане, что мы будем понимать, какой продукт нужен рынку. Потому что это тоже часть маркетинга. Если посмотреть на набор активности, который включен в маркетинг, то на самом деле вот здесь это продукт, а вот здесь это рынок. То на самом деле вот то, что вы описали, то, что ты описал, это набор уже активности, связанной с тем, чтобы конечный продукт продвинуть на рынок. Это правда. Это правда работа внутри маркетинга. Но есть еще набор активности, связанный с тем, чтобы понять, какой продукт должен существовать. И вот это тоже вместе маркетинг. Вот сюда чаще внедряется пиар, потому что все, что связано с активностью на рынке, это в любом случае public relations, то есть активность с публикой. Сюда часто, ну, здесь все, что связано с рекламой, здесь все, что связано там с, ну, в общем, любая пиарная активность. Вот здесь больше прикладывается человек, который называется product manager. То есть тот человек, который определяет, какой продукт должен быть. Вот мы будем с вами заниматься вот этим куском, то есть мы будем точно заниматься маркетингом, но когда говорят про product marketing, когда говорят про band manager, когда говорят про маркетолога, чаще всего говорят про, ну, больше всего про вот эти активности. Вот мы с вами не про это. То есть мы с вами не будем маркетологами, но мы будем заниматься маркетингом. Такой небольшой брейнфак, но в итоге мы будем заниматься маркетингом, но не будем маркетологом. Соответственно, важно разделять этих людей, важно понимать, чем они занимаются. Мы будем чуть дальше говорить о том, как взаимодействовать с этим людьми, потому что в любом случае с ним придется взаимодействовать. Как работать, кстати, и одновременно project manager и product manager, в чем работа продакта, когда работает project. Но, как я уже говорил, задача продакта, наверное, многие видели в этой картинке, она достаточно известная. В этой картинке нарисованы, собственно, примерно стадии того, как идет разработка продукта. И на этой картинке показано, насколько сильно требования заказчика, который на самом деле хотел вот эта конечная картинка, насколько сильно требования заказчика, они поменялись по мере того, как шло развитие проекта. Шла разработка, шла там, ну, там, с самого начала, как клиент начал объяснять. Ну, в общем, по мере разработки проекта, как все менялось. И, собственно, еще раз проговорю, задача продакта – это сделать так, чтобы в итоге было примерно вот похоже вот на это. То есть, чтобы в итоге продукт был тот, чем, что действительно хочет клиент. Ну, тут важная штука, даже на этой картинке видно, что самое первое – это то, как клиент объяснил, что он хочет. Очень, ну, как мы видим там, то, что он хочет, это совсем не соответствует тому, что в итоге сделано. Кстати, есть мысли, почему? Почему такое возникает? Еще раз. А в чем именно сломан телефон, между кем и кем? Так, хорошо. Между тем, что он думает, между тем, что он говорит. Окей, а еще? Да, абсолютно верно. Как, по-моему, сказал Генри Форд, если бы мы спросили людей, что вы хотите, мы бы сделали не автомобиль, а более там лошадь с какими-то более быстрыми характеристиками начали бы создавать. Вот. Да, абсолютно верно. Более того, очень многие говорят о том, что работа продакт-менеджера невозможна в, ну, в общем, в очень инновационной сфере. Ну, грубо говоря, если бы Стив Джобс думал бы о клиенте, если бы он делал все, что он бы хотел, то мы бы сейчас там не айфончики играли, а были бы там супертелефоны с кнопочками такие там, и каждая из кнопочек была сенсорная, привет Артемия Лебедева, ну, в общем, что-то такое, что на самом деле мы сейчас даже не представляем, потому что, вернее, что мы тогда даже не представляли. Но тут важно понимать, что это на самом деле неправда. То, что он не слушал непосредственно клиента, это не значит, что он его не понимал. То есть то, что там они не проводили фокус-группы, и у Apple в свое время была очень четкая, сейчас, правда, неизвестно пока, но про то время точно известно, что у Apple была очень четкая позиция не проводить никаких фокус-групп и никаких исследований, потому что они пытались, и они узнавали о требованиях со стороны заказчика, там их усредненного клиента абсолютно другими способами. Мы про них поговорим, но это точно не фокус-группы, не исследования. На самом деле это тоже опасно. Во время работы очень часто хочется назвать пользователя дураком, и типа он ничего не понимает. И, ну, хороший продукт никогда так не сделает, ну, именно из-за того, что слишком большое желание, и часто на самом деле дурак не пользователь, а мы сами. То есть пользователи всегда угут, это правда. Пользователи обманывают. Если тебе человек говорит, что я, например, никогда не удалял, я не удалял это письмо, вот постоянно у нас это происходит, пользователь говорит, нет, нет, я не заходил в почту, не удалял письмо. Мы смотрим логи, естественно, он зашел и удалил, конечно же. Вот, но он никогда тебе не застанется, что он это делает. Несмотря на то, что они угут, у них все равно, когда у них возникает проблема, значит, что-то произошло не так, как мы ожидаем от пользователя. Да, несмотря на то, что он тупой, значит, мы думаем, что он не такой тупой, как он есть. Или наоборот. Поэтому наша задача, на самом деле, в рамках продакт-менеджера все-таки спускаться. Ну, сейчас немножко странно позвучит, но спускаться на уровень пользователя. И, ну, уже на уровне пользователя нельзя сказать, что он тупой, потому что мы сами становимся пользователями. Поэтому тут такая. Да, но когда мы будем говорить дальше о разновидностях пользователях и вообще о целевой аудитории, мы поговорим о том, что, вообще, что делать, когда мы не пользователи своего продукта. Это самая большая проблема. Собственно, да. Если финализировать все то, что там по продакт-менеджеру… Почему у меня не работает? А, все, нашел. Если финализировать, да, то, что я уже сказал, продакт-менеджер – это тот человек, который ответственен за то, чтобы начать непосредственно разработку идеи продукта, то есть оценить какие-то возможности продукта, оценить с чего… Тот человек, который начинает непосредственно разработку продукта еще до того, как в это включаются непосредственно разработчики. То есть разработка – это начало работы над продуктом. Он определяет, какой должен быть продукт. И последний – он участвует в разработке продукта. А давайте, в принципе, ну, есть разные способы выделения, есть разные модели выделения стадии разработки, вообще продукта. Давайте попробуем выделить вместе какую-нибудь из моделей. Собственно, какая самая первая стадия работы над проектом? На технологическом. Хорошо, давайте так. Составление технического задания. На самом деле нет, ну ладно. Так, дальше. Следующая. Вот составили у нас техническое задание. Есть набор требований. Что дальше? Прототипирование. Ладно. Прототипирование. Давайте сразу же. В чем задача product manager вот на этом этапе, на ваш взгляд? То есть product manager ответственен за то, чтобы смотреть прототип. Правильно я его слышал? Хорошо. На самом деле я удивлен, что вы это сказали. Ну, потому что это будет одна из идей непосредственно лекции, которая там достаточно, этот, катинетш. Ну, ладно. Давайте дальше. Прототипирование. Дальше. Прототип у нас готов. Что дальше? Ну, смотрите, планирование – это процесс, который возникает на каждом из этапов. То есть на время каждого из этих этапов возникает планирование. Поэтому то, что ты говоришь, это правда, но оно применимо вообще каждому из того, что мы сейчас напишем. Что после прототипа? Вот прототип у нас готовен. Дальше. Этап, этап, как? Начало разработка. Разработка? Почему нет? Разработка. Окей, дальше. Давайте сейчас построим, а мы вернемся. Тестирование. Тестирование. Понятно, что тестирование бывает разным, но просто напишем тестирование пока что. Дальше. Ну, хорошо, я понял вашу идею. Это набор итераций здесь внутри. Согласна? Да, альфа-тесты, режим альфа-тестирования, бета-тестирования. Презентация более широко. Ну, ладно. На самом деле по-разному называется, но это либо внедрение, либо выпуск на рынок. Я просто напишу на рынок. Окей, дальше. Ну, соответственно, там же… Ну, как? Сопровождение. 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 Нет, мне кажется, нужно о том, что поговорить, где вы дать наряду. Угу. Хорошо. Сопровождение, поддержка. И как результат? Мы понимаем, удовлетворяет или нет, и что дальше? Какой следующий этап? Скорее всего вот сюда. Ну, чаще всего на самом деле вот сюда, но правильнее по процессам сюда. Хорошо. А если нет, то? Есть определенный этап. Там еще особенно активности есть, про которые мы не будем говорить, но они есть. Мы решили дальше не повторять итерацию. Как мы выйдем? Ну, продажа – это все равно развитие, да? Закрытие. Закрытие, уход с рынка. Ну, я напишу уход с рынка. На самом деле, там, уход с рынка. На самом деле, это правда особенный набор активности, и здесь там особенные скиллы нужны. И чаще всего на самом деле те люди, которые занимались проектом, не способны этот проект хорошо закрыть. Поэтому очень часто на большие проекты занимается специальный человек, который выводит проект. Но неважно. Давайте теперь вернемся к продукт-менеджеру. Понятно, чем занимается продукт-менеджер на этапе ТЗ. Понятно, чем называется протестировать, мы уже сказали. На этапе разработки. В чем задача продукт-менеджера? В чем он должен заниматься? Фидбэк с кем? Ну, работа. Ну, это зависит от того проекта. Где-то же работает. Да? Ну, все. Серийный проект взаимодействия с продукт-менеджером намного ниже, естественно, чем какой-то совокупный либо фронтерный проект. Это правда. Единственное, что… Вот опишите вот этот фидбэк. То есть фидбэк в каком виде? Зачем нужен продукт-менеджер? Хорошо. Оценка на соответствие. Еще. Есть еще очень важная активность, которая занимается продукт-менеджером во время разработки. Мы только что говорили, что в заказной разработке нет продукт-менеджера. У нас нет заказчика. Мы с вами существуем в рамках мира, в котором нет заказчика, есть только пользователи на улице. Ну, а как это связано с разработкой? Ну, понятно, что он в этот момент что-то делает. То есть, ну, он в этот момент может там какие-то новые версии прорабатывать. Мы поговорим про множество активностей, которые он занимается на этапе вот этом. Но мне вот сейчас интересно непосредственно на этапе разработки. Вот представьте, есть люди, которые пишут код. Может, чтобы разработчиком не хотелось, чтобы не продукт добавить фиджи, какими-то твоих фиджей, где продукт-менеджер, когда вы это делаете? Ну, знаете, если разработчик добавляет фиджи, то, как правило, либо с этим разработчиком разговаривают, отвозят в лес, либо как бы человек не пытается больше добавлять фиджи, минуя продукт-менеджера, либо его увольняет. Но вы на правильном пути. Он не сам решает фиджи, а что-то… какой-то другой процесс происходит. С продукт-менеджером, да, общается. И давайте раскручиваем. Да, но есть продукт, ответственный за то, чтобы определить, что такое продукт. Разработчики могут навязывать что-то угодно, но они не являются ответственными людьми за это. Да, должен. Ну, понятно, что его работа больше должна быть до этого, да. Он должен составить то, что должно пойти на вход для разработчиков, и, по идее, в этот момент исчезнуть. Потому что в идеале его самая идеальная работа – это дать разработчикам так, чтобы они по этому смогли разработать. Абсолютно верно. В чем заключается участие продукт-менеджеров в такой картине? Да, абсолютно верно. Первое – это происходит в одну сторону, и это там какой-то, ну, в идеале минимальное изменение продукта. Естественно, оно обязательно, потому что там… То, что я описал, это идеальный мир, да. Тех лид вместе с продакт-менеджером не могут описать сразу же в идеальности продукт. Но есть еще, давайте раскачиваем дальше. То есть это первое – это изменение продукта, но есть еще одна вещь, которая не связана с изменением. То есть продукт останется такой же. Разработчик видит ТЗ, у него возникают там какие-то мысли и вопросы. Он идет к продакт-менеджеру. В чем задача продакт-менеджера? Ну, не то, что убедить, а больше принять какие-то продуктовые решения. Потому что в рамках разработки всегда будут такие вещи, которые не могут быть рассмотрены на этапе раньше, даже на этапе прототипов. Какие-то вещи всплываются. И в эти моменты возникает необходимость в принятии продуктового решения. То есть, что это будет так или не иначе. Продакт-менеджер. Поэтому участие продакт-менеджера на этой стадии на самом деле очень важно. Потому что он тот человек, который поможет решать. Если разработчики будут сами решать, а у них нет набора бэкграунда и всей той информации, к которому мы подошли как продакт-менеджер еще до этой стадии. На этапе тестирования. Кто обеспечит, чтобы в коде не было? Вопрос какой у меня был? В чем заключается деятельность продакт-менеджера на стадии тестирования продуктов? Правда. На самом деле это правильно. Ну, то есть тот человек, который составляет тест-кейсы во всех процессах, это разный человек. Но тот человек, который ответственный за тестирование, этот человек должен очень хорошо общаться с продукт-менеджером и вытащить от него максимально больше информации. Но это больше… То есть тут явно продукт должен работать, но это больше задача именно процесса тестирования. Но есть еще что-то. Представьте, вот, ну, я не знаю, вы играете там в игры? Игры очень часто выпускаются сначала там закрытым тестированием, потом открытый бета-тест. Арчейш у нас сейчас открытый бета-тест выходит. Зачем? Так. Ну, это общие слова сейчас. Если, ну, смотрите, за результат в рамках процесса разработки несет огромное количество людей. Да, вот на каждый из этих этапов есть человек, который отвечает за результат разработки. Это не продукт-менеджер, потому что продукт-менеджер не знает, что такое разработка в идеале. Есть человек, который отвечает за качество тестирования. Это другой человек. Есть много человек, которые отвечают в целом. Я пытаюсь выжать из вас конкретику. Чем? Вот, это хорошо. Каждый раз, когда есть какой-то конечный продукт, продукт-менеджер может на него взглянуть и сказать, ребят, вот то, что вы сделали, это там соответствует тому, что мы с вами зафиксировали, не соответствует. А еще? Я не зря тяну на бета-тестирование. В чем, ну, как часто используют бета-тестирование? В чем отличие даже бета-тестирование от альфа, например? Да. А это правда, то есть продукт менеджер можно сказать, ребят, вы такую сейчас херню сделали, это вообще не то, что мы делаем, я запрещаю тест. Да, у него есть такие. Не могу слово подобрать. Но мы на самом деле не то ищем. Есть живые люди. Давайте вспомним изначально формулируем. А? Ищут какую-то метку проекта, она генерирует проекты. Изначально все там какие-то 90, потом все играли. Так. А какая основная метрика работы продакт-менеджера? Как вы думаете? Вот. А в чем на этапе бета-тестирования, когда уже появляются живые пользователи, в чем они могут помочь продакт-менеджеру решить успешный продукт или нет? Или? Ну, количество пользователей на этапе тестирования еще нет, потому что мы сами контролируем. Хорошо, а дальше? Зарегистрируйся дальше. Да, как? Повторно. Еще. Их отзывы еще? У тебя было? А, я понял. Да, ну и на самом деле, ну, это все круто. И еще, как они себя ведут, естественно, в продукте. То есть, естественно, мы будем смотреть не только на отзывы, потому что, да, вспоминаем, что хочет человек, и что в итоге, вернее, как он описывает, то что он на самом деле хочет. Мы больше будем смотреть на то, как он себя ведет, и вот здесь пригодятся те метрики, о которых ты говорил. То есть, да, мы предъявляем набор метрик, мы позже обсудим, как это, собственно, делается, и как вот этот набор предпосылок превращается в набор метрик. Но это то, что происходит на этом этапе. А на самом деле небольшой секрет еще на самом деле происходит еще раньше, даже вот на этом этапе. Но про это мы поговорим. Внедрение. Собственно, в чем задача product-менеджера на этом этапе? Да, хорошо. Product-менеджер, в принципе, он не совсем отвечает, но работа PR невозможна без работы product-менеджера, потому что он лучше всех знает продукт, и, соответственно, именно из него и высасывается максимальная информация. То есть он дает всю информацию для того, чтобы работал бренд-менеджер, маркетолог или PR-служба. Внедрение. Сопровождение и поддержка. Что происходит на этом этапе? Вернее, в чем? Абсолютно верно. Product-менеджер – тот человек, который на самом деле ответственный за вот этот этап, когда принимается решение, мы идем дальше на разработку или мы условно закрываем продукт. Это тот человек, который определяет дальше, куда именно мы будем развиваться, потому что продукт точно не останавливается, мы точно находимся в этой итерации, и этот product-менеджер на самом деле на этом этапе должен собрать максимально большее количество информации для того, чтобы принять решение, куда дальше должен развиваться продукт. Это тот человек, который ответственный за то, чтобы потом сказать, ребят, вот теперь вторая стадия продуктов, условно там, следующая версия продукта будет вот такая вот. Вот. Вопросы? Окей. Давайте чуть ближе к тому, в чем вообще специфика работы продакт-менеджера с точки зрения совокупности его, совокупности дисциплин, в которой он работает. Продакт-менеджер – это такой человек, у которого в идеале есть три мозга или три руки. То есть это тот человек, который одновременно имеет достаточно набор экспертизы в маркетинге, в разработке и в дизайне. Вопрос на миллион долларов. Зачем этому человеку? Понятно, почему он должен иметь экспертизу в маркетинге. Он должен разбираться в рынке, он должен понимать, что нужно пользователю, он должен знать, как, собственно, это удовлетворить. Зачем этому человеку разбираться в разработке? Ой, продукт-менеджеру не нужны сроки. Он должен в идеале получать сроки от проекта. Чтобы они понимали близко, но еще. Согласен. А что такое фантазировать поменьше? Да, абсолютно верно. Продакт должен разбираться в чем вообще непосредственно, что потенциально возможно, что потенциально невозможно. Более того, продукт должен стараться быть также и на волне развития новых технологий, потому что очень часто продукты возникают именно в момент того, как новые возможности, которые нам дают новые технологии, они становятся, ну, их начинают использовать для того, чтобы удовлетворять старые проблемы, решать старые проблемы пользователей. И этот человек должен понимать вообще, что здесь происходит. Там, условно, то, что мы теперь способны обрабатывать намного большее количество информации, дает нам возможность сделать абсолютно другие продукты, чем мы могли делать раньше. Почему продукт-менеджеру важно иметь набор скиллов в дизайне? А что такое дизайн? Конструкцию. Ага. Конструкцию, конструкцию, но тут нет ничего слова про внешний вид. Ты сейчас рассказал про внешний вид. А какая связь между внешним видом и конструкцией? Конструкция продукта — это внешний вид. Хорошо. Ладно, засчитано. Но тема не раскрыта. Давайте еще раз. Почему продукт-менеджеру важно разбираться в дизайне? Не просто, чтобы выбрать, чего больше понравится потребителю. Не то, что там выбрать какой цвет, а что-то поглубже. Ну, это и есть дизайнера. Ну, да, дал им задачу. Вот нужно, чтобы продукт выполняет такую функцию. Вот что должно быть на входе, вот что продукт должен делать, вот что должно быть на выходе. Дизайнер получает и должен сделать. Разные компании по разным проблемам. Ну, прицепительственных, сервизирующих, да, на главном состоянии. Так. Вот эта тенденция, она не только ну, с партнерами. Тенденция еще самого посередшего предприятия, там, и дизайнер получает. То есть, а вот, там, вот, да. Ну, как вы понимаете, то ли там, да, люди, да, люди, да, люди, да. О, хорошее, правильное слово сейчас позвучало. Так-то так. Да, да. Так. А что, что удобство для продукта? С точки зрения продукт-менеджера. Почему для продукт-менеджера важно удобство? А почему они не будут пользоваться, если не надо? Ну, мы делаем неправильно, мы делаем успешно, это разные вещи. Но, ну, вернее, нет. Если переводить ту фразу на английский, да, прошу прощения, если переводить ту фразу на английский, то мы делаем правильный продукт, да. Ну, да. Возвращаемся. Почему удобство-то важно? Юзабилити. Абсолютно верно. Способ предоставления удовлетворения потребностей пользователя также зависит от того, как он его, эту потребность удовлетворит. Ну, то есть мы можем один и тот же функционал представить разными способами, но в одном случае пользователь сможет удовлетворить потребность воспользоваться этим, в другом просто тупо не сможет. Там те же самые, не знаю, ножницы можно было сделать в дизайне таком, что за них невозможно было бы нормально человеку схватиться и отрезать что-то. Несмотря на то, что они потенциально могут резать и решать проблему пользователя, а ими пользоваться невозможно, и поэтому они не удовлетворяют и в итоге product-менеджеры suck. Еще про интересное… Да, нехорошо получилось при переводе в кино. Ну, в общем, еще пару примеров, вернее, пару, вернее, сфер, в рамках которых существует product-менеджер. Мы сейчас поговорили, как product-менеджер существует в рамках разных стадий разработки продукта, начиная с самого начала, но на самом деле почти с самого начала. Тут еще есть набор активностей, которые происходят. Теперь, где непосредственно существует product-менеджер? Вокруг него существует очень много разных других условно людей или сфер деятельности. Это рынок, и на рынке есть и потребители, и конкуренты. На самом деле это самое важное. Есть блок дизайна и проектирования, есть блок разработки, есть блок топ-менеджмента. Понятно, почему, ну, мы проговорили с вами, да, как взаимодействует product-менеджер с разработчиками, то есть то, что происходит на этапе разработки, на самом деле, тестирования. И как он взаимодействует с дизайнерами, проектировщиками, тоже примерно понятно, потому что это человек, которому важно то, как это будет в итоге представляться, и уже на этом этапе, на самом деле, в прототипировании мы сюда должны как-то добавить этапы дизайна. На этом этапе product должен взаимодействовать с теми людьми, которые определяют внешние представления, и то, ну, юзабилити, и то, как будет выглядеть продукт. Зачем product-менеджеру взаимодействовать с топ-менеджментом? В чем суть вот этого взаимодействия? Да, во-первых, это человек, который отчитывается, во-вторых, это человек, который понимает стратегические цели компании, и, соответственно, в зависимости от этого ведет в продукт в ту или иную сторону. Ну и есть еще одна история. Кто принимает решение в компаниях о том, что мы начинаем разработать продукт? Вот конечное решение за кем стоит. Ну вы должны ответить. Давайте играть по правилу. Еще и вслух. Да, уникально. Да, топ-менеджмент, собственно, это человек, ну, это тот набор людей, это та система, которая принимает конечное решение о том, во-первых, какой продукт мы делаем, несмотря на то, что product-менеджер описывает, конечное решение всегда вот за этими ребятами. И он условно там говорит, стартуем или не стартуем, а всегда именно с этого, ну, на этом уровне конечное решение так или иначе принимается. И там последнее. Про рынок мы очень долго будем говорить, но я хочу просто общее понимание, чтобы у вас обозвалась. Зачем product-менеджеры взаимодействуют или вообще каким-то образом обращать внимание на конкурент? О, чтобы выделить уникальность нашего продукта еще. Лучше сторону, чтобы что-то своровать. Прекрасно. Их неудача, чтобы понять уникальность. Еще. Ну, минус. Абсолютно верно. Вы сейчас сказали про плюс и минус, а теперь надо все еще в динамику перенести. То есть нужно следить за развитием конкурентов, нужно следить за их динамикой, нужно понимать, кстати, и их планов тоже. И нужно успешно встроить свои планы в планы конкурентов. Вот, естественно. Прекрасно. Теперь блок. На самом деле он сейчас будет очень гуманитарный, поэтому, может быть, вы немножко клиптически, как бы я бы отнесся к этому блоку, но очень важный с точки зрения того, как научить себя правильно мыслить, чтобы мыслить так, как продакт-менеджер. Потому что есть определенный набор характеристик, мышления и вообще качеств человека, которые, ну, как ни странно, но которые действительно определяют успешность продакт-менеджера. Есть там, правда, качественные исследования пока не проводились, но есть определенные замечания, я расскажу там чуть подробнее о них позже, но есть определенные замечания, какими качествами обладает тот человек, который, как правило, успешный продакт-менеджер. И выделяет набор этих качеств, которые мы с вами и проговорим. Собственно, суть в том, чтобы эти качества у себя ощутить, взращивать, преработать продакт-менеджером и развивать. Первое качество, и на мой взгляд, это вообще самое главное. Это эмпатия. Кто-нибудь знает, что такое эмпатия? Да, эмпатия – это сложное слово, которое просто описывает умение сопереживать другим людям. Действительно, тот человек, который умеет максимально, и это я замечал очень часто, те люди, которые умеют максимально ближе поставить себя, максимально точнее поставить себя на роль целевой аудитории, потому что часто продакт-менеджер не является целевой аудиторией. Да, мы разрабатываем продукты часто не для тех людей, которые… ну, мы разрабатываем не для себя. То есть мы в итоге не будем непосредственно самой целевой аудиторией. То есть мы можем попасть в пользователя, но мы не будем непосредственно целевой аудиторией. Иногда бывает, конечно, по-другому, это прекрасно, но часто бывает так, что целевой аудиторией не являемся мы. Более того, выделяются разные сегменты целевой аудитории. Даже если мы там играем в тигель, который мы делаем, Есть разные типы геймеров, и мы являемся только одним из них. Соответственно, нужно уметь себя поставить на другую степень. На самом деле, на мой взгляд, и то, что там многие замечали, это действительно очень важное качество для продакт-менеджера. И это то, что можно себя развивать, но главное найти себе базис. А базис следующий. Там в качестве интересной информации в далеком 90-м году исследователи проводили жуткие опыты на мартышках, они их засовывали в МРТ-машину, для того, чтобы следить за активностью мозга, за разными участками мозга. И, собственно, за этим мартышком постоянно следили. И цель была посмотреть, в общем, как то, что ты делаешь на мартышке, какие участки головного мозга при этом вызываются. Они им давали орехи. То есть каждый раз, когда мартышка получила орехи, мы регистрировали активность какой-то участка головного мозга. Но потом, как оказалось, во время, как обычно бывает, необычного поведения в эксперименте, один из экспериментаторов пошел и взял орехи прямо на глазах у одной из обезьянок. В этот момент обезьянка, на удивление, находилась в МРТ-машине, и они смогли зарегистрировать у нее активность определенных участков мозга. Как оказалось, у мартышки, которая не ела в этот момент орехи, но только видела, что другой человек берет орехи, были зафиксированы активность в тех же самых участках мозга, которые зафиксировались тогда, когда она сама ела орехи. Дальше, естественно, ученые очень сильно удивились, потому что мартышка ничего не делает, а при этом мозг активизируется так, как будто она правда что-то делает. Ученые очень долго начали, ну, в общем, на это потратили достаточно много времени на исследование, и оказалось, есть специальные зеркальные нейроны, которые существуют внутри нашего головного мозга, которые определяют, насколько мы эмпатичны. Ну, исследования прошли дальше, и, как оказалось, во-первых, у всех абсолютно разный уровень эмпатии, это легко там обнаружить, ну, я, проще всего, замечаю уровень эмпатии, когда люди смотрят либо в фильме ужасов, либо триллеры, в общем, там, где с другим человеком что-то происходит жуткое. Если эти люди могут спокойно смотреть и даже при этом хихикать, то, скорее всего, уровень эмпатии у этого человека низкий. Если эти люди там зажимают глаза и вылетают из кинотеатра, когда совсем становится плохо, скорее всего, у человека очень высокий уровень эмпатии, очень высокое количество зеркальных нейронов. Но что интересно, как говорят исследования, на самом деле вот эту штуку можно тренировать. То есть, несмотря на то, что есть там совсем атипичные случаи в психотерапии, когда человек вообще не способен чувствовать эмпатию. Привет Шелдону из «Теории большого взрыва». Но мы способны тренировать штуку, и это нужно постепенно делать. И даже когда мы будем с вами проводить первое занятие сегодня, практическое, там будут специальные вещи, которые будут позволять вам почувствовать, насколько вы эмпатичны, насколько вы способны встать на место собственно вашего пользователя. Там, где… Ну, в общем, эмпатию очень сильно позволяет развить разные способы коммуникации с конечным пользователем. Там, например, у нас в компании есть специальный отдел, который занимается юзабилити и тестированием. Но на самом деле они тестируют не только юзабилити, они общаются в целом с пользователем. И что важно в тот момент, когда там специальные люди сидят и показывают продукт конечному пользователю, специально выбранному, а он там тыкает, что важно, продакт-менеджер в этот момент сидит в другой комнате, но видит все, что происходит через камеру. И, ну, на самом деле ты сидишь, и ты можешь написать любой вопрос там у человека, который разговаривает. И вот такие сессии непосредственно коммуникации, настоящие коммуникации с конечным пользователем, они важны даже не с точки зрения получения информации, потому что информации от одного человека – это недостаточно всегда. Они важны с точки зрения вызывания работы мозгов в нужном направлении. Вот такие вещи, они позволяют повысить эмпатию. И поэтому, когда мы будем там дальше работать уже на прототипировании, мы будем смотреть, как, собственно, тестировать продукт на пользователя и получать от этого очень много инсайтов. И вот это один из путей, собственно, свою эмпатию повышать. Есть, ну, это на самом деле достаточно очевидная вещь. Человек, который называется product manager, он должен обладать определенный уровень интеллекта. Это человек, который должен не только чувствовать человека, он должен и подняться над человеком чуть выше, понять, как удовлетворить его потребности, как систематизировать его потребности. И систематизация – очень ключевая активность для такого человека, потому что если он будет просто чувствовать человека, это будет, ну, это будет, вернее, то такой человек никогда не сможет предложить что-то. Если вы наблюдали иногда над тем, как какие-нибудь две девушки разговаривают друг с другом, они начинают делиться своими сопереживаниями, и это такой поток, который вообще невозможно конструктивно воспринимать. Но, что самое интересное, в ответ тоже конструктива нету, и поэтому они просто обмениваются друг с другом и уходят довольные, хотя никакого решения нет. Вот, вот, что касается конструктивно перенять тот поток, а от пользователя вы будете получать огромный поток своих эмоций, там, опасений, страхов и проблем, конструктивно перенять его в ту систему, которая позволит этот поток упорядочить и удовлетворить, это как раз позволяет вот эта штука, которая называется системный взгляд. Также, естественно, человек, который называется себе продукт-менеджером, важен большой и серьезный скилл в коммуникации. Почему? Потому что очень часто приходится убеждать, и там приходится пояснять разработчикам, почему продукт должен выглядеть так или иначе. Приходится презентовать и объяснять руководству, почему принято такое продуктовое решение, а другое. Очень часто приходится, там, убеждать каких-то, там, смежных людей, там, из дизайна, почему ты как продукт-менеджер считаешь, что должно быть сделано именно вот так, а не иначе. И здесь, на самом деле, очень серьезная проблема именно на этапе, там, транслирования своего продуктового решения, потому что есть два способа. Есть первый способ сказать, ребят, я продукт-менеджер, и это мое продуктовое решение. Но у этого способа есть один очень большой недостаток. Когда люди не понимают, почему сделано то или другое решение, они очень часто отказываются, ну, в общем, они не то что начинают бунтовать, но может возникнуть ситуация, при которой человек уже не будет твои решения исполнять так, как ты хочешь. То есть, ну, в этот момент отрубаются абсолютно любые творческие навыки, да, там, вспомним армию, ты никогда не должен задавать вопросы по поводу того приказа, который ты получил. Это сделано специально ровно для того, чтобы снизить любые творческие потуги. Если же нам нужно, чтобы тот человек, который занимается продуктом, он не просто принимает твое решение, а он позволяет на уровне, на своем уровне также мыслить творчески, то просто своим там продуктовым решением его забивать просто нельзя. Но кроме этого, нужно и понимать разные модели восприятия у людей. Это то, о чем мы говорили чуть раньше, люди, как правило, у людей есть определенный барьер между своими мыслями и то, что они говорят. На самом деле у них есть еще и барьер по поводу того, что они слышат, то, что они воспринимают. Каждый человек работает через такую шумовую прослойку между собой и другими людьми. Соответственно, задача продакт-менеджера в том, как он транслирует свои продуктовые решения в том числе, а также в том, как он воспринимает других людей, это понять вот эту прослойку, которая существует, осознать, что люди недоговаривают, что люди понимают так, а не иначе, какая у нас разница в модели восприятия и, собственно, через эту прослойку пробиваться или ее использовать. А вот при использовании этой манипуляции я специально в этом курсе не буду ничего говорить про манипуляции, потому что не хочу именно в управлении продуктом про это говорить. Но есть определенный набор тактик, который позволяет, собственно, проходить этапы убеждения и этапы управления моделью восприятия так, чтобы, собственно, твои решения по тому, как должен выглядеть продукт, а также и манипуляции в ответ конечного пользователя, они успешно выполнялись. Ну, там, из примеров, вот, например, Альфа-банк выпустил продукт, если кто-то сейчас следит, выпустил продукт по накапливанию денег при активности пользователя. Что-нибудь слышали такое? Вот. Вот это очень хороший пример манипуляции, как сделать так, чтобы пользователи пользовались продуктом, а на самом деле повышали использование вклада с достаточно низким процентом и при этом задействовать ту целевую аудиторию, которая не пользуется такими банковскими продуктами. То есть это целевая аудитория, которая не откладывает, как правило, деньги. Это хороший пример, как завуалировать продукт, а на самом деле выполнять абсолютно свои, в общем, цели и задачи. Ну, про манипуляцию очень кратко, я про это подробно не буду. Кроме того, человек, который занимается продукт-менеджментом, он должен обладать продукт-менеджментом, он должен обладать определенным набором бизнес-навыков. И здесь прежде всего я люблю рисовать вот эту картинку. Это… ой, нет, не эту картинку. Перелистнул. Вот, вот эту картинку. Это, собственно, способ отображения, самый простой, на мой взгляд, способ отображения того, как должен мыслить продукт-менеджер в рамках восприятия компаний, как, в общем, в рамках восприятия своего продукта, вернее, как источник привлечения прибыли для компании. Он должен любую часть своего продукта, который находится, любой функционал даже, или любую там потребность, которую он решает, он должен воспринимать в рамках того, как в итоге там это либо увеличивает выручку, либо снижает затраты в рамках своего же продукта, либо если это продукт, который направлен на решение проблемы у других пользователей, особенно если это B2B продукт, то… B2B, то есть это продукт для других организаций, то мы должны очень четко понимать, как то, что мы предлагаем для этих организаций, как оно влияет на, соответственно, выручку, как это повышает выручку, как это влияет на затраты, снижает затраты, и как в итоге это влияет на конечную прибыль. Но так как мы говорим про успешность продукта, чаще всего успешность продукта – это тот, который приносит деньги, поэтому нам всегда нужно вбывая держать каждый из кусков продукта, как он влияет на выручку и затраты, чтобы в итоге продукт был успешным, а значит, чтобы он приносил максимальное количество денег. Про KPI я пока не буду рассказывать. Давайте прежде чем прервемся, у нас будет перерыв на 10 минут, вопросы. Собственно, хороший вопрос теперь потребует, вернее, если посмотреть чуть выше на продакт-менеджера, с точки зрения, что это человек в компании, которую надо как-то оценивать, должен быть какой-то набор критериев, которые мы предъявляем к продакт-менеджеру. Часто такой набор критериев, которые оценивают работу человека, называется KPI. То есть набор ключевых показателей, которые продакт-менеджер должен достичь. Естественно, что есть набор ключевых показателей, которые показывают успешность продукта. То есть условно денежную составляющую, соответствие стратегии развития компании и прочее. Но есть один показатель, который в целом оценивает, насколько тот продукт, который делает продакт-менеджер, оказался удовлетворяющей потребности пользователя. И этот показатель многими считается как самый основной в принятии решения о том, насколько продукт был успешный. Этот показатель называется Net Promoter Score. И такой вопрос на засыпку, может быть, догадайтесь. Как вы думаете, что он считает? То есть какой показатель поможет адекватно оценить, насколько продукт успешен, насколько он удовлетворяет потребности пользователя? Net Promoter Score он называется. Но, в общем, по названию сложно догадаться. Да, я про это говорил с самого начала, что есть определенные показатели, которые говорят нам, сколько денег привел, насколько соответствуют стратегии, но это уже побочный результат. Есть еще кое-что, на что показывает успешность. Вернее, вот именно на насколько он удовлетворил потребности пользователя. Сколько клиентов возвращается, это правда хороший показатель. Ну, понятно, да. Сколько возвращается, сколько бросает. Есть еще лучше показатель, как оказалось, он лучше. Сколько привел бы за собой, это очень хорошо. На самом деле я сейчас совмещу оба-два ваших ответа и непосредственно то, что уже предлагает, как использовать Net Promoter Score. Это показатель, который оценивается очень просто. Пользователи спрашивают. Вот ты пользуешься продуктом. С какой вероятностью ты готов порекомендовать этот продукт своим знакомым или друзьям? Если человек готов порекомендовать, это показывает самую высокую степень удовлетворения его потребностей. То есть человек может регулярно пользоваться продуктом, но он не будет готов его порекомендовать. Значит, что мы недостаточно хорошо удовлетворили. Но так как нет другого решения, то он мучается и пользуется. Поэтому этот показатель, он максимально хорошо оценивает, насколько мы попали в качестве удовлетворения потребностей пользователя. Такие показатели, на самом деле, в России считаются, только-только начинают считать. Ну, мы по нашим продуктам регулярно такое проделываем. Есть там компании, которые свои KPI строят на основе Net Promoter Score. Например, там есть, знаете, компания Enter. Компания Enter в целом направлена на то, чтобы повышать счастье своих сотрудников и, собственно, клиентов. Вот. И они работают очень сильно на этот показатель. Но если смотреть на американский рынок, где давно уже считают, и где есть много статистики. Вот, например, за последний год лидеры на разных рынках были вот эти компании. То есть на рынке insurance и banking, страхования и банковской сферы, вышла USAA. Это компания, которая близко, ну, по милитаре организация, которая выдает кредиты и работает вообще в финансовой сфере. Ну, из известных, это, собственно, супермаркет. Из известных, кстати, в веб-топе вышла компания Apple. Неудивительно, так же, как и в серии iPad. Странно. В серии iPad. В общем, я думаю, что здесь что-то типа планшета должно быть, по идее. Вот. В серии этих… А, это самые высокие, собственно. Самые высокие показатели там среди авиакомпаний у Southwest Airlines. В общем, эта презентация будет. Если интересно, можно посмотреть даже более подробную статистику. Вот это те компании, которые на большее количество рынка показали самые большие НПС. Соответственно, этот НПС мы, во-первых, с вами научимся считать. То есть, как у пользователя спросить, в какой момент его нужно спрашивать. И научимся анализировать изменения этого показателя. Что повлияло на, там, на его рост или на его падение. И как, собственно, работать над тем, чтобы он постоянно рос. То есть, скорее всего, на вопрос, с какой вероятностью вы порекомендуете, человек ответит достаточно правдиво. Особенно, если взять много ответов. Вот. Но я могу представить, что в каких-то обстоятельствах вопрос можно сформулировать так, что он будет отвечать. Либо, особенно, если… Вот мы, например, попали на грабли. И мы по результатам опроса давали плюшку пользователю. И когда мы спрашивали один и тот же вопрос с плюшкой и без, как оказалось, когда мы даем плюшку пользователю, он оценивает нас чуть-чуть лучше. Вот. И здесь тоже нужно хорошо… Ну, потому что есть психологическое такое восприятие, что если тебе пообещали что-то хорошее, то ты должен для этого как-то постараться. Хотя мы просто первым там 100 пообещали эту плюшку. Вот. Но зная то, что тебе в итоге могут что-то достаться, ты стараешься быть лучше… Ну, лучше отвечать на вопросы. Да, НПС сформировался банально статистическим вопросом. Абсолютно верно. По-другому узнать мнение пользователя не получится. То есть мы можем смотреть за действием. Это те метрики. Мы будем формулировать метрики уже в рамках каждого продукта по отдельности, которые будут говорить о том, насколько он успешен, насколько те предпосылки, которые мы предъявляем, они, ну, успешно в итоге, ну, либо опровергаются, либо оказываются правдой, я забыл глагол. Вот. Но это все в рамках одного продукта. Есть только один показатель, который вообще на все продукты можно размножить, и это он. Вот. Все остальные показатели, они будут зависеть от продукта, и мы тоже будем этим заниматься. То есть самая первая стадия, с которой начинается его работа, и посмотрим вот эту стадию подготовки идеи продукта, оценка идеи, потом разработка условного прототипа, разработка условного набора технических требований. Мы посмотрим, что именно будет. И уже потом будем двигаться дальше разработкой. В общем, весь наш курс, он будет построен вот как раз по той схеме, о которой мы разговаривали. Большую часть мы рассмотрим еще до непосредственной разработки. Как вы думаете, с чего начинается продукт? Я прям, я специально такую картинку сюда ставлю. Очень жалко. Но я, как правило, люди всегда и говорят с идеей. На самом деле нет. Да. На самом деле продукт начинается не с идеи, а еще раньше. Идея – это результат. Самое изначальное, с чего начинается продукт, это с непосредственной проблемой. Вот здесь сейчас давайте сразу же разграничим. У нас мы говорили в рамках проблем уже внутри продукта. Это те трудности, которые возникают у пользователя по мере того, как он удовлетворяет свои потребности. А мы сейчас будем говорить о более глобальной проблеме. То есть это то, что мешает пользователю. То, что раздражает его и мешает его жить. На самом деле все хорошие идеи возникают в тот момент, когда есть какой-то пользователь, который очень сильно мешает что-то и который чувствует, как это можно потенциально изменить. Вот эта фраза одного из фантастов на самом деле, не так уж известна, но фраза стала известной. Про то, что будущее уже наступило. Она как раз про то. Есть те люди, которые сильнее чувствуют определенную проблему и которые видят пути ее решения. Но, что самое главное, всегда любой продукт начинается с проблемы. Вторая стадия – это проблема, она не бывает в вакууме. Просто набор трудностей, с которыми сталкивается человек. Проблема возникает у конкретных персоналей. Именно здесь возникает целевая аудитория. Целевая аудитория – это те люди, у которых наиболее ярче, наиболее критично выражены эти проблемы. Которые страдают от того, что эта проблема либо плохо решена, либо до сих пор вообще не решена. То есть эта целевая аудитория – это те люди, которые максимально сильно жаждут появления продукта, который бы решил их проблему. И вот здесь как раз и… Как у меня здесь коротко. Вот здесь как раз и начинается… Вот здесь и появляется идея непосредственно продукта. То есть на стыке целевой аудитории и проблемы, которые находятся у нее, возникает идея, с которой мы дальше начинаем работать. Вот это все были абстрактные слова. На самом деле в реальности выделить целевую аудиторию продукта и выделить проблему – это достаточно сложное занятие. Мы сейчас выберем один продукт и попробуем описать целевую аудиторию и проблемы вместе, а потом это сделаем в командах. Это на самом деле будет одно из последних, что мы за сегодня успеем сделать. Давайте на примере. Знаете, приложение Instagram. У нас есть продукт, и нам нужно понять, какую проблему решает. Проблему. Не то, что… Ну, в общем, не… Сейчас, я сформулирую. Инстаграм для того, чтобы выложить фоточку – это не проблема. Давайте думать в категории того, какую проблему решает пользовательскую Instagram. Ну, хорошо, давайте, ладно. Невозможность поделиться. Невозможность поделиться. Ну, наверное… Почему Instagram… Да, вот, давайте поделиться массой, потому что это отличие от того, что я про… Невозможность поделиться, мы можем ответить, что есть e-mail. Можно ответить. Невозможность поделиться массово. Еще. Какие проблемы пользовательские решают? Ну, ладно. Хорошо, сложно попробовать, потому что в Instagram это явно сделать проще. И нечем подправить, я могу выкрутить, да? Нечем. Кстати, хорошо. Нечем, а фоткать проще. Очень долго выкладывать. Очень долго выкладывать. Это про… Ну, это действительно так. То есть, когда появился Instagram, это был очень простой способ сфоткать, и сразу все увидели. Долго выкладывать фотку. Ну, долго сложно, окей. И, ну, давайте подумаем о тех людях, которые действительно, там, не знаю, делают хорошие фотографии в Instagram. У них есть какая-нибудь проблема, которая удовлетворила Instagram? Там где? Проблема. Какая проблема была? Да. Чтобы за самую пиарную фотографию нужно, как минимум, вы знаете, только от полиа составляете. Ну… Не проблема. Проблема со ставить от полиа, и прочее. Это хорошо. Как это мы сформулируем? Сложен саму пиару. Ну, давайте, да. Сложен саму пиару, да. Ну, давайте там посмотрим с точки зрения… Сейчас мы, когда придем на целевую аудиторию, будет проще, на самом деле, потому что все эти проблемы, они разделяются. Но сложен саму пиару, да, здесь и для одной целевой аудитории, и для другой. То есть из-за того, что тебе проще сделать фотку, тебе не нужно, там, делать себе портфолио, у тебя есть возможность быстро начать саму пиариться. Давайте попробуем выделить целевую аудиторию. То есть это те люди, у которых выделены наши проблемы, присутствуют наиболее ярче. Это не целевая аудитория. Молодое поколение, не все пользуется Instagram, не у всех есть. Давайте специфицируем. Не все же девушки пользуются. Есть, ну, вы близко. Девушки, ну, какая у них есть особенность? Что они… Ну, короче, я просто, ну, тогда, наверное, от себя добавлю. Наверное, жаждущие что-то типа внимания. Есть какая-то категория внутри даже этих, у которых… Ну, смотрите, есть сложность регистрации жизни, значит, это происходит слишком много. Давайте подумаем, у какой целевой аудитории слишком много в жизни происходит, что они не успевают это регистрировать, им удобно куда-то отсылать. Часто путешествующие. Хорошо. Это нормально, что мы ее достаточно широко написали. Это тоже целевая аудитория. Часто путешествующие. Когда мы будем рисовать портрет целевой аудитории, мы уже часто путешествующих будем разделять. Тусовщики. Вы знаете, это кажется. Если мы сейчас начнем разбивать, на самом деле нет. Хорошо, они постоянно путешествуют. Ну, это скорее часто путешествующие. Давайте… У кого есть потребность… Фотографа. Фотографа. Тут больше самопиар, кстати. Кстати, давайте подумаем, кому из всех людей хуже всего в этой проблеме. То, что долго скачивать фотку, выкладывать ее. Ну, пожалуйста… Кстати, да. В Инстаграме, в отличие от Фейсбука, намного больше аудитория более молодых людей. Ровно потому, что это люди, у которых есть только мобильный телефон. У них нет доступа… Ну, у них есть доступ к родительскому компьютеру, но они нерегулярия. А отсутствие… Отсутствие компьютера. Ну, неправильно. Целевая аудитория – это люди, у которых отсутствует компьютер. Или… Отсутствуют или… Низкие навыки. Низкие навыки владения. Выкладывать фотку – это нужно подсоединить, скачать файлики. Что надо? Вы делаете абсолютно то же самое. То есть, это работа в командах. Вы выбираете продукт, описываете целевую аудиторию, описываете проблему. Но что мне нужно вот здесь, в целевой аудитории, в проблеме? Мне нужно три, максимум три. Самые серьезные проблемы, которые решают. Нет, сам три… Нет, давайте все-таки… Давайте все-таки одну. Вот мне нужно, чтобы вы выбрали у вашего продукта. Я потом расшарю эту презентацию. Нет, продукт вы можете поменять. Даже я рекомендую продукт поменять. Соответственно, вы выбираете одну самую серьезную проблему. То есть, вот представьте, что вы так же нагенерили, как сейчас, и вы выбрали из этого только самое важное. Вы выбираете три целевых сегмента целевой аудитории. То есть, три самых серьезных сегмента, у которых возникает проблема. Ну, а потом еще описывайте три пользовательские трудности и пути решения. То есть, то, что мы сделали первое упражнение, показывайте мне выбор на ваш продукте, как вы встали на позицию пользователя, прошлись по основным пользовательским путям и, собственно, нашли какие-то трудности. Я специально здесь именно трудности, мы называем это проблемами, но здесь мы проблему называем именно… Проблема, смотрим, как она решена уже в продукте. Нет, вы смотрите. Есть проблема, это проблема пользователя. А потом отдельно вы смотрите, вот как мы делали, вы смотрите на путь внутри продукта и смотрите, с какими трудностями сталкивается пользователь. Давайте не будем называть это проблемами, просто трудностью. И, соответственно, предлагаете пути решения, в чем вы достаточно хорошо. Вот, и, соответственно, через неделю вы с этим… Нет, давайте, так как у нас на следующей неделе очень много работы, давайте вы мне это все присылаете до, соответственно… Сейчас у нас какой день недели? До пятницы. До четверга. До четверга 00.00. Я постараюсь за четверг проверить и, соответственно, в пятницу я уже скажу. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.Александрова